Здравствуйте, коллеги! Я рад вас всех приветствовать в учебном центре «Специалист» при МГТУ имени Баумана. У нас сегодня один час семинара. Я буду рассказывать про то, как сделать сайт. Меня зовут Али Кунашев. Я преподаю курсы по интернет-технологиям в учебном центре «Специалист». Я программист по образованию. Это для меня предмет моей гордости, потому что когда учился, у меня нет программиста. Программистов дипломирования фактически не было, и людей с диплома программиста, работающих программистов было еще меньше. У меня как-то получилось получить академическое образование программиста. Я увлекся сайтами еще лет, наверное, 15 больше назад, и с тех пор в IT и большей частью занимаюсь интернетом. Я являюсь офицированным разработчиком, тренером, интегратором сайтических веб-систем. Это про меня. Далее. Нас сегодня собралось много, поэтому тем, кто в аудитории, я, наверное, смогу в конце удивить время, потому что после семинара у меня будет возможность, но тем, кто подключился удаленно, я предлагаю адресовать их мне по почте, если появятся вопросы. Ну, или звонить по каким-то организационным вопросам по телефону, который на сайте специалист.ру. В конце этого слайда не будет, я поэтому вывел его в начале. Я, к сожалению, всем уделить внимание не смогу по вебинару, но отвечу потом на возникшие вопросы, обещаю. Итак, что такое сайт? По-вашему, что такое? Давайте, кто в аудитории активнее участвует? Информация. Информация. А еще что? Реклама. Реклама. Ну, можно и так. Магазин. Презентация, магазин. Я бы вот так это определил. Выкинул. Это, с одной стороны, контент, информация, представленная на нем. С другой стороны, это то, как он выглядит. Да, если на заре интернета в 90-х годах сайты имели право не выглядеть никак, а просто давать информацию, то сейчас, наверное, информация должна каким-то образом, ну, красиво быть представленной, удобно представленной. Это все дизайн. И кроме того, что там представленная информация и она красиво оформлена, сайт сегодня – это не просто книга, это интерактивная среда взаимодействия с конечным пользователем. Поэтому я вынес отдельным пунктом функционал. То есть то, что мы можем с этим сайтом, ну, взаимодействуя с этим сайтом, получить, да. Если это сайт по бронированию билетов, то это же не только информация и дизайн, это еще и, ну, множество программных модулей, которые позволяют нам этот билет найти, забронировать, оплатить и получить, да. Далее, что такое контент? Я уже… ну, информация. А какая это информация? Любая? Визуальная. Текстовая, визуальная, графическая. Да, 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 все верно. Это… я хочу эту часть прокомментировать подробнее, потому что эта часть важная. Ну, мы должны что-то разместить на сайте. Это, в первую очередь, информация для людей, но если она будет коряво составлена, ну, это важно при создании сайта. Надо готовить качественный контент. И это учитывают поисковики тоже. Ну, шанс донести потом до конечного потребителя этой информации ее, собственно, саму выше, если этот контент будет уникальным, качественным. Это, безусловно, и тексты наши, которые должны быть написаны по-человечески, в первую очередь для людей, по-русски, и наши фотографии, которые должны быть уникальными, а не сворованными с Google или Яндекс.Картина, и видеоконтент, который набирает все больше оборотов. Как вы предпочли бы учиться? По видеороликам или по каким-нибудь печатным пособиям? По печатным пособиям. По печатным пособиям. На самом деле вопрос провокационный. Я знал, что поделимся на два лагеря. На самом деле у меня есть друг, который на моих глазах года за три он был линзмастером, точил линзы для очков. Ну, тоже достаточно высокой концентрации, требующая работа, квалифицированная, но работа руками. Он стал фотографом, хорошо оплачиваемым фотографом-предметником за три года по роликам на YouTube и, в общем-то, да, информацию он получал по роликам на YouTube. Я принципиально не могу учиться по роликам. Я даже пытался как-то раз новый язык программирования освоить, пока был в поездке, я взял с собой ноутбук, накачал роликов с YouTube. Ну, в итоге все завершилось тем, что я начал считать, сколько он за минуту, ну, лектор делает, сколько раз он за минуту мучит. Ну, было отвратительно. Очень много некачественного контента, видеоконтента, и нет возможности, вот я много раз думал, анализировал это, нет возможности нажать там Ctrl-F, ну, или там, если это книжка бумажная, пролистать до нужной страницы, оглавление, никто не оформляет, хотя технические возможности, в общем-то, к этому приближаются. Я думаю, не за горами тот век, тот день, когда мы сможем искать по видео нужные фрагменты. Вот я тогда начну учиться по видео. Контент – это одна из важных составляющих современного сайта, контент должен быть качественным. Если еще 5-10 лет назад интернет-магазины позволяли себе выставлять товары без качественных фотографий, без проработанного описания, а просто название, цена, и люди покупали, потому что не было выбора. Сейчас конкуренция очень большая, и, ну, везде требуется качественный контент. Это вообще отдельная отрасль. В каждой из этих пунктов написание текстов – это отдельная отрасль. Если вы не пишете сами, если вы не готовы для сайта писать самостоятельно хорошие тексты, правильно написанные, то лучше их заказывайте. Но не заказывайте обо что. Тексты должны быть интересны в первую очередь людям. Фотографии. Ну, сейчас можно на телефон достаточно качественные фотографии делать. Это лучше, чем своровать на чужом сайте и не указать ссылку. Правда, лучше сейчас за это штрафуют. Видео, ну, вся эта история про моего друга была о том, что кто любит читать, не игнорируйте видео. Медиа-контент ваш. Далее, вторая часть, вторая составляющая. Дизайн, да? Что будет дальше? Пробуйте угадать. Что будет дальше? Картинка, да? А какая картинка? Что главное в дизайне? Что главное в дизайне? Распределение информации на сайте. Ну, то, что называют сейчас UI, UX дизайн, да? То, что раньше, еще пять лет назад, когда этот термин не вышел, на всеобщее обозрение называли юзабилити, да? На самом деле, вот такая картинка. Красота – это важно, но важно еще, чтобы она не перевесила удобство. У дизайнеров старой закалки бывает часто именно так, что, ну, нарисовали, нарисовали, увлеклись. То, что это не просто картинка в журнале, а среда интерактивного взаимодействия с пользователем, не забыли, да? Красота, удобство. Главное, чтобы был баланс. Согласны? Мало участвуете. Опоры нет. Опоры нет. Опоры? Это не качель. Но это не качель. Если бы были качели, то было бы сверху. Обе стрелки были бы сверху. Можно, на самом деле, крутить так и так, но главное, чтобы это не стало преградой на пути к чему-то. Можно и так интерпретировать. Далее, функционал. Кто-нибудь пробовал заниматься сам созданием сайтов? Что-нибудь изучали в этой области? Нет? А? Да? А что? Про что читали? Что? HTML, PHP. Вы все правильно говорите. Функционал – это наша техническая часть. Это в первую очередь HTML, который выступает кирпичиками для веб-страницы. CSS, каскадная таблица стилей, HTML – это гипертекст марку и лэнгвич. По-моему, вот так. Точно. Гипертекстовый язык разметки. Это мы размечаем нашу страницу. Это, если представить себе стену, это наши кирпичики. А кирпичи могут быть разного цвета, да, разной величины. За это, за то, как они выглядят, отвечает CSS – каскадные таблицы стилей. JavaScript – это язык, на котором изъясняется браузер, на самом деле. Это язык, на котором пишутся программы для взаимодействия как раз-таки с пользователем. Если немножко добавить технических терминов, это язык, который исполняется на клиентской машине. То есть все то визуальное, все то для взаимодействия, которое вы видите на сайте, написано на JavaScript. Размечено при помощи HTML, раскрашено при помощи CSS. Весь интерактив, с которым вы соприкасаетесь, когда открывается сайт, написано на JavaScript. Я написал PHP, написал многоточие, потому что 9 из 10 сайтов, кто бы что ни говорил, написано на PHP. Это серверный язык, интерпретируемый. Ну, в котором задается алгоритм того, что будет отдавать сайт пользователю. Написал многоточие, потому что он не один в списке. Это может быть какой-нибудь другой язык. И Python может быть, и что еще у нас популярного есть. И Node.js может быть. Ну, их несколько, но самый популярный PHP все же. Большинство сайтов, если вы будете делать сайты, как раз в таком порядке вам и придется осваивать эти технологии. Ну, потому что HTML, без HTML окунаться в CSS смысла нет. JavaScript, конечно, можно как самостоятельный язык просматривать и осваивать для других целей, но, как правило, это связующее звено между HTML, CSS и PHP. Поэтому после освоения HTML, CSS оно попроще. Там не надо программировать. Это, ну, разметка, это то, как будет выглядеть. Обычно осваивается JavaScript. Затем познакомиться придется, если вы начнете увлекаться этим всерьез. Рано или поздно вы придете к тому, что надо понимать, что там написано внутри, что из себя представляет этот язык, хотя бы на уровне каких-то элементарных конструкций. Это придется сделать. Страшно, да? Обещал рассказать, как сайты делают. Расскажу, не переживайте. Но я должен же вам рассказать, как оно работает изнутри. Это именно так. И, может быть, эти знания самые полезные будут. Кто обычно делает сайты? Веб-дизайнеры. Еще варианты? Программисты. Еще варианты? У меня там есть заготовка, но я специально интригу повесил в воздухе. Мошенники. Мошенники. У вас, наверное, нехороший опыт был. Ко мне на курсы приходят периодически люди, которые вот... Я заказывал, заказывал, платил деньги, а меня... Вот я хочу разобраться сам, чтобы понимать хотя бы, как меня пытаются обмануть. Ну, это нормальная ситуация. Вы не первый, кто вот так для себя решил, и я вас поддерживаю. Надо понимать, ну, чем вас пытаются обмануть. У вас наверняка опыт был. Нет, не было. А почему тогда так настрой? Почему? Мошенники. Ну, такие тоже есть. Хотя таких меньше, хороших людей больше. Вот так вот. Эти стрелочки не просто так. Может быть, снизу вверх надо было их направить, но давайте не будем придираться к моей инфографике. Будем читать сверху вниз. Сначала были программисты, которые делали сайт. Не, правда, я считал себя программистом, потому что я изучил язык HTML чуть-чуть. Тогда о нормальном CSS даже речи не было. Это был далекий 2013 год. Я создавал свою персональную страничку, там вникал во все эти дела. Когда у меня начало получаться, я начал даже на этом зарабатывать деньги. И реально было время, когда сайты делали исключительно программисты. И была проблема в том, что хотят сайт один, а программист решил по-другому. Это вот прям целый пласт истории именно так прожит был. Потому что программист решил по-своему. Ему возражать начали, он говорит, так нельзя. Пока не появится другой программист, который скажет, вы что, можно и даже нужно именно так. Давайте я вам сделаю. И это продолжалось, 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 пока не начали писать какие-то системы, где не нужно столько программистов. Нужны программисты, которые пишут эти системы. Нужны программисты, которые чуть-чуть разбираются в этих системах. Но в системах уже много чего заложено. Система управления сайтом, допустим, CMS. И роль программиста не ключевая. Но сайт должен уже как-то выглядеть. Ну, уже запросы растут. Предложение растет. Программисты уже не во главе вот этого всего стоят, а просто как рабочие руки. Нужны дизайнеры, да, которые решают, что вот наш сайт будет красивее. Программист это сделает уже точно. Мы знаем, программисты все уже воспитаны. Начали, как вы сказали, делать сайты веб-дизайнер. Веб-мастера еще называли тех, кто делает сайты. Веб-разработчики называют частыми. Это тоже приводило к определенным трудностям. Потому что у дизайнера свое видение, у программиста второе. А сайт-то, ну, должен что-то донести людям. Ну, либо продать, либо информацию донести. И это отодвигалось опять на второй план. Дизайнер хотел красивый сайт, он его делал. Но он не отвечал тем требованиям, которые задает тот, кто решил, в общем-то, этот сайт сделать. Сейчас есть возможность обычным людям. Третий пункт – люди. Сейчас сайты делают люди. Для этого есть определенные технологии. Есть определенный инструментарий, про который я вам хочу рассказать. Мы все люди, да? Нет, украшается. Какие технологии есть? Может быть, вы подскажете мне? Джумла. Джумла? Здорово. Я преподаю Джумлу. Что еще? Тильда. Тильда. Тоже классно. Наверное. А что еще? Друппл. Друппл, да, есть такая CMS. Поднимать битрикс. Битрикс, да. Викс есть такое, да. А в чем они отличаются? Как-то можем мы их классифицировать? Как вы считаете? По сложности. По сложности. По сложности работы. По сложности работы. По функционалу. По тому. Сколько мы потратим ресурсов на то, чтобы этот сайт работал? Сколько мы потратим ресурсов на запуск? Сколько мы потратим ресурсов на поддержку дальнейшую, да? Потому что нам же неинтересно просто запустить и потом, ну, я молодец. И выключи. Я бы вот так поделил технологии, которые на сегодняшний день есть для создания сайта. Ну, в таком упрощенном варианте, именно вот этот список 100% перекрывает сайты. Конструкторы. Я слышал, Викс, Тильда, да, это конструкторы. Еще есть тот же Bittrex 24 сайт, есть LP генератор, LendingPay. Их много. Конструкторов много. Поговорим про конструкторы сейчас. Что такое, в принципе, понятно, да? Это, ну, технология, не требующая каких-то технических знаний, по крайней мере, обширных. Фреймворки. Если кто-то сталкивался, есть, вот PHP было слово, да, PHP фреймворки, которые являются инструментом для написания там своих админов, для создания сайтов. Это для программистов. Это вот хардкорно. Это обычно для каких-то не типовых проектов. И CMS, Content Management System. По-русски, если система управления сайтом, вообще принятая терминология, на сайте специалиста написано, система управления контентом. Меня забавляет, какая плевиатура получается. Я веду эти курсы просто, поэтому я про это знаю. Итак, по порядку. Конструкторы сайта. Почему здесь эта картинка? Это конструктор, да? Да. А почему она такая? Красивая, нравится? Магнитный, отличный конструктор. Да, магнитный, отличный конструктор. Хотели бы жить в таком доме? Если бы по стеклянду. Стеклянду. Не, а по форме. Нравится, да? Грубовато. Грубовато. На самом деле, конструкторы – это классно. Конструкторы не требуют особых технических знаний, и они дают нам огромное пространство для реализации нашей фантазии на том же ВИК, сети, где можно создавать сайты. Это делается быстро. Там мы исключаем из наших забот фактически и дизайн, и программирование. И занимаемся только контентом. Наполняем. Сильно сузился круг навыков и обязанностей, которые нужны нам с конструкторами. На конструкторе, на прошлом семинаре я показывал, как создать сайт за один час. На конструкторе, да. Но при всем при этом, я считаю, что эта новая технология, она еще будет меняться, я уверен в этом. Много несовершенных моментов именно в том, как она представлена на рынке, не говоря уже о реализации. Это удобно, да, но это жить как в красивом чужом доме. Вы платите за то, что у кого-то где-то ваш сайт висит, и у них периодически меняются тарифы. Вы можете с неприятными сюрпризами столкнуться, безусловно. Нет, это выход для некоторых отраслей, даже так лучше, но действительно из минусов то, что вы не контролируете. Если вы захотели переехать, ну, перенести сайт куда-то, вряд ли это у вас получится. Я внедряю определенные системы. Не буду сейчас рекламировать ничего. И был такой момент, популярная система, позвонил клиент потенциальный, обратился, он хотел сайт на тильде, интернет-магазин на тильде интегрировать с этой системой, а возможности не было. С какой-то другой, с конкурентами есть, а именно с этой нету, неприятно. Что делать в таких случаях? Как бы вы выкрутились? Ну, по сути, перенос сайта с одной платформы на другую – это его воссоздание заново. И поэтому следует ответственно подойти к выбору платформы, на которой вы будете делать сайт. Это про конструктор. Если вы какие-то оригинальные технологии будете внедрять на этом сайте, те, которые конструктор не предоставляет, если вы будете интегрироваться с какими-то системами, если вы просто захотите в определенный момент свой функционал, то конструкторы вам такой возможности не дадут. И чем дольше вы держите сайт на конструкторе, да, на нем просто создать сайт, но чем дольше вы его держите, чем больше он обрастает контентом, тем потом будет сложнее от него уйти. То есть вы становитесь заложниками в этом красивом доме, в классном магнитном конструкторе, да, к которому, в общем-то, прикрутить винтик не получится. То есть параллели. Ясно, я надеюсь, да? По-моему, более чем да. Про фреймворки так называемые. Большие проекты, высоконагруженные, там, где очень стандартный функционал, они строятся с нуля, безо всякой платформы. Ну, максимум – это вот то, что я назвал фреймворками. По сути, это какой-то набор модулей для программиста, и программист должен из этих модулей собрать уже сайт. Это уже готово, это уже программисты поработали, где-то конструктор – это просто из блоков вы собираете сайт. Фреймворки подходят для больших проектов, чаще всего, ну, большие проекты на фреймворках и строятся. Это UI, Y, E, E пишется. Это Symfony, Kohana, Zend framework – их много. Ну, это проекты, на них строятся предполагающие большие нагрузки, где не стоит использовать написанную какую-то систему, не стоит использовать конструкцию, где наверняка будет наш какой-то оригинальный функционал. Не знаю, то, чего нет пока еще на сайтах. Какой-то хитрый способ при покупке заставить еще что-то купить, да, или какой-то опросник, который склоняет к тому, чтобы произвести какие-то действия. Ну, везде, где пишется что-то вот прям совсем оригинальное, всегда стоит задуматься, а может быть, не стандартное решение, а нанять программиста, чтобы он написал нам свое. Хотя здесь есть неоспоримый минус. Это поддерживать придется самостоятельно. То есть опять платить программисту всегда, чтобы он за этим следил, обновлял, дописывал, что-то делал. Это подходит для проектов с большим бюджетом, как правило. Ну, или хотя бы с каким-нибудь. Чтобы можно было платить человеку, который в этом разбирается. Функционал оригинальный, нигде не вычитайте. Кто вам написал, тот его и будет поддерживать. Ну, или кто-то, кто обладает такой же квалификацией. Это что касается фреймворков. Здесь без сюрпризов я вам просто скажу, что большинство сайтов написано на CMS. Это системы управления сайтом. Это и названные Joomla, Drupal, Petrix, WordPress, Modex. Что еще есть? Можно здесь еще что-нибудь поискать. Что-то еще. И OpenCard. Есть узкоспециализированный интернет-магазин. Есть специализированные подблоги. Есть какие-то специализированные CMS для форумов, для социальных сетей, для запуска. Это уже готовый набор программного обеспечения, которое необходимо установить на арендованный сервер и управлять им самостоятельно. Если сравнивать эту технологию с конструкторами, здесь требуется немного больше квалификаций. Ну, необходимо понимать, как работать с сервером, как подключаться хотя бы, как там открывать его, как привязывать домен. Ну, есть некоторые нюансы, которые технически сложнее. Если встанет вопрос доработки, здесь можно дорабатывать, в конструкторах нельзя. Зачастую именно так. Здесь можно какой-то свой функционал написать. Если он небольшой, то это оправданно. Если сравнивать с фреймворками, как правило, готовые вот такие CMS, они проигрывают в плане производительности, они проигрывают в плане масштабируемости, они проигрывают. Ну, их чаще всего нецелесообразно для больших нагруженных проектов использовать, если это не битрикс, который заявляет, что можно. Ну, это коммерческая система, она на самом деле сюда затесалась. На битрикс самому, наверное, не надо сайт делать. Битрикс предполагает уже определенный бюджет на лицензию, на дальнейшее развитие поддержки. Из... Не, вот так. Какие CMS бывают? Если сравнивать друг с другом, бывают платные и бесплатные? Я уже заговорил, битрикс платные, вот пресс бесплатный. Что выбирать? А что выбирать? Джуму, да? Джуму тоже. Бывают удобные и не очень. Бывают популярные и вот совсем. Ну, порой ко мне приходят слушатели на какой-нибудь курс по CMS, и меня спрашивают, а что вы думаете вот по поводу этой CMS? Я даже название не вспомню. Блин, я не слышал. Чувак, я не знаю. Извините за мой сленг. Ну, бывают совсем непопулярные, а просто кто-то нагуглил, столкнулся и решил освоить самостоятельно. Ну, может спросить надо было у кого-нибудь. Ну, так это должно было быть. Почему-то получилось с подсказкой. Еще, наверное, можно CMS как-то поделить на то, что они дают создателю сайта. По функциональности. Есть узкоспециализированные. Есть CMS, на которых только интернет-магазины создают. Там есть все для интернет-магазина, но ничего более. Есть на широкую публику направленные, на которых можно построить и сайт-визитку, и лендинг, и интернет-магазин, и блог, и форум. Есть какие-то, на которых только форум можно, тоже узконаправленные. Мы уже озвучили несколько CMS. Скажите, пожалуйста, вот я услышал от кого-то слово Joomla. Кто еще с Joomla знаком? Никто. Я еще услышал слово Drupal. Тоже нет. Кто знает одно из этих слов? Это не ругательство, честное слово. Это курсы, которые есть. Ну, CMS, по которым ведутся курсы. Неспроста. Есть множество других CMS, но достойных рассмотрения, как какие-то перспективные, наверное, очень мало. Если кто-то предложит для обсуждения какую-то другую CMS в сравнении с этими, я, наверное, смогу убедить любого из них, что вот эти три закрывают все потребности в любой отрасли. Если сайт выбрано строить на CMS, эти три решат любой вопрос с этим сайтом. Одна из них будет выбрана и решит все, ну, закроет все вопросы. Это самое популярное, наверное, на российском рынке CMS. Если говорить про них по-конкретнее. Ну, это системы, которые позволяют без особых знаний вот того большого списка HTML, CSS, JavaScript, PHP создавать сайты. То есть можно освоить за ограниченное время любую из них и, не зная вот всего того, создавать сайты. Ну, это мы приближаемся на вопрос, который был в заголовке, был заявлен как тема семинара. Если вы выберете конструкторы, это проще. Но если ваш сайт будет развиваться дальше, вы не уйдете уже от этого конструктора или придется сайт воссоздавать вновь. Если у вас задумка под большой проект и у вас планируется на это определенный бюджет, то вам тоже, возможно, следует посмотреть в сторону фреймворка и подумать о том, чтобы нанять команду, которая будет работать над этим сайтом. Здесь способ остаться независимым относительно с возможностью дальнейшей доработки и при том научиться самому делать сайт на какой-то из этих систем. И если поговорить про них конкретно, 1С Битрикс, это большая система, которая пытается быть всем. Но в принципе она платная, она коммерческая система, в сравнении, ну, в ряд с бесплатными ее ставить неправильно. Это российская разработка. Разработка ведется давно. Система представляет очень большой набор модулей, компонентов, на которых можно построить даже высоконагруженный сайт. Они заявляют о том, что высоконагруженный сайт можно не строить. В принципе, сайт таких компаний, как Эльдорадо, Мвидео, Юморт построен на Битриксе. То есть это большие интернет-магазины, но есть там лицензии, которые не очень дорогие, содержат меньше модулей. И имеет смысл Битрикс, забегая вперед скажу, если есть потенциальная возможность развивать этот проект дальше, в обозримом будущем. И, ну, возможно, не вы один будете работать над этим проектом уже, а надо будет вкладываться. И, ну, Битрикс, наверное, развивать будет разумнее всего. То есть можно купить там самую дешевую лицензию, создать, запустить. А если там дальше потребности возросли, уже как бы развиваться дальше, это будет логичнее. Эта система прогрессивнее, чем остальные бесплатные, которые представлены в списке. О ее плюсах и минусах. Она достаточно прожорлива. Что имеется в виду прожорлива? Она требовательна к техническим ресурсам. Ей нужен мощный сервер. Она заявляет, что умеет работать быстро, но при этом она требует хороших мощностей. У нее сложная архитектура. Именно поэтому администраторы этой системы самостоятельно часто предпочитают не осваивать ее. Ну, или если начинают осваивать, то допускают кучу ошибок и учатся на своих ошибках уже. Если, ну, ошибки – это плохо. Ошибки на действующем проекте – это порой смертельно. Ну, и она стоит денег. Она не бесплатная. Там максимальная лицензия, на которой интернет-магазин со всеми модулями стоит около 75 тысяч за первый год. Но, как я сказал, она пытается быть всем. В нее все включено. Она реально стоит этих денег. Если есть запросы на больший проект, то, в принципе, можно освоить привикс, сделать на нем сайт. Можно накликать и администрировать его дальше, не будучи программистом. Семески все такую возможность предоставляют, ну, с какими-то допущениями в сторону плюс или минус. Это компания, компания, создавшая, выпустившая на рынок этот продукт, она каким-то образом, не буду сейчас вдаваться в подробности, аффилирована с компанией 1С. И с интеграциями с 1С там дело обстоит хорошо. С интеграциями без программиста там не обойдется, но если вопрос встал о том, что интегрировать нужно 1С, это уже не масштабы, сделай сайт сам. Это, ну, есть бизнес, в котором номенклатура товаров, какие-то товары продаются в интернет-магазине. Это надо стыковать, там, учитывать там и там. Ну, это уже ресурсы, это уже требуют интеграторы. Это отдельная история. Как коммерческая система, скажу так, она продвинулась больше, чем бесплатные конкуренты в плане безопасности. Там есть встроенный антивирус, встроенный фаервол, и все это из коробки есть. Есть множество уровней защиты встроенных, которые не требуют участия программиста, опять же. Можно, ну, вникнуть, там, накликать, настроить. Это все будет работать, и это будет достаточно безопасно. Будет автоматически обновляться в случае чего они исправляют уязвимость. Они отвечают, они взяли деньги, они за эту систему отвечают, и даже если что-то случится, они даже подключатся в таком плане, что и исправят, если это, ну, вина самой платформы. Джумла на языке суахили. Кто знает суахили? Я головой. Нет, я просто преподаю Джумлу. Ну, что-то вроде, ну, дословно не переводится, одним словом соответствия нет, но типа все вместе. Что-то такое. И эта система тоже пытается быть всем. На ней строят и персональные сайты, и сайты-визитки, и то, и другое, и третье, и интернет-магазины, в общем-то, каталоги какие-то, информационные ресурсы. Она бесплатная, это накладывает определенный отпечаток на ее существование. Плюс к этому. У нее сложная админка, у нее отвратительная админка. Прямо не по-русски даже переведенная. Некоторая сложность доработки присутствует, потому что для программистов это не очень стройный архитектурный продукт. В плане безопасности, наверное, на ней много сайтов в России, и причем там проблемы были с обновлениями с версии на версию, и многие проекты не обновлялись. Не обновляется проект, это проблемы с безопасностью гарантированно. Но из плюсов, то, что она бесплатная, то, что там много модулей уже есть из коробки, и все включено, много модулей, наверное. Разные грани одного и того же. Далее. Ох, я что-то нажал. WordPress. Это изначально блоговый движок, который легкий и, в общем-то, не требует огромных ресурсов, но при этом ее функциональность можно расширять. Вот так. Это самый популярный в мире движок для создания сайта. По статистике, как там говорится, есть ложь, наглая ложь и статистика. 25% сайтов на CMS в мире построены на CMS WordPress. Четверть сайтов. Ну, это не всех сайтов. Какие-то сайты не на CMS построены, какие-то скрывают то, что построено на CMS. Но, тем не менее, это цифра о чем-то говорит. У него довольно-таки простая архитектура из плюсов. У него хороший каталог, откуда можно прям накликать, установить разные темы оформления или же плагины, расширяющие функциональность. Он быстрый, но до тех пор, пока плагины не начнут конфликтовать. Это я в минусы занес. За этим надо следить. Но они отключаются, в принципе, без проблем. У него нет, как у Joomla, того, что я определил, той характеристики, все из коробки. Он изначально устанавливается как блок, все остальное, что мы хотим, добавляем, доставляем как плагины. Но там порядок, в каталоге порядок. Можно прям мышкой нажимать, просмотреть, установить, посмотреть, установить. Если что-то начало конфликтовать, можно удалить. Это что касается CMS, о которых я хотел вам рассказать. Ну, что выбрать для создания сайтов, это, в общем-то, я оставляю вам этот выбор. Это платный. WordPress бесплатный. Тоже? Тоже бесплатный. Я просто не сталкивать. И оно тоже бесплатное. Сейчас небольшой опрос. Наверное, вы не плюс будете ставить. Не надо еще вам ставить плюс мне. Те, кто подключился удаленно, я все вопросы перечитаю, я все пожелания учту. У меня планируется следующий семинар. И я, на самом деле, прощупываю почву. Было бы интересно вам узнать, как стать высокооплачиваемым разработчиком сайтов. Ну, раз мы сегодня говорим о том, как создать сайт самому, то в будущем для кого-то это может стать специальностью. И я могу рассказать вот про это. Если интересно, поставьте, пожалуйста, плюс. А тем, кто в аудитории, поднимите, пожалуйста, руку, кому интересно. Здорово. Ну, наверное, следующий семинар, который я проведу, будет либо так называться, либо будет близким к этому определению. Будет тематика такая. Также я хочу вот такой список вам вывести. Это касаемо сегодняшней темы, курсы, которые я веду. Лендинг-пейдж от А до Я. Я вот буквально сегодня прочитал этот однодневный курс. Перед вами люди выходили. Может, кто-то слышал восторженные отзывы. Там все, что касается одностраничника. Битрикс управления сайтом, администрирование. Там мы учимся управляться с большой этой системой. Там достаточно объемный курс по коммерческому продукту. Этот навык действительно ценится. Вы можете после него запустить свой сайт или же на Битрикс, или же стать специалистом востребованным. Джумла. Ну, опять же, там три уровня. Мы создаем сайт и размещаем в интернете прямо на Джумла. WordPress на первом уровне мы создаем, и люди уходят с этого курса с готовым проектом. То есть, который только надо довести до ума в плане контента. Ну, контент я дать каждому. Да, 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 да. В общем, да. А на Джумле мы один рассматриваем? На Джумле немножко по-другому построено, но вы можете параллельно сделать свой вместо того, что рассказываю я. Ну, вот такие слушатели тоже были. Время у нас подходит к концу. Я хочу подытожить. Коллеги, мы сегодня, ну, по большей части я, но вы тоже активно участвовали, спасибо вам, поговорили про сайты. Считаю, что освещены вопросы, что из себя представляет сайт. То, что это интерактивная среда, то, что это контент, дизайн и функциональность его, да. Коснулись темы, кто это будет делать, ну, кто это делает, кто это раньше делал, ну, вот я прям эволюцию программист, дизайнер. Сейчас этим могут заниматься обычные люди без каких-то фундаментальных технических знаний, навыков, связанных с техническими системами. Это просто. Сегодня это просто. Мы ответили на вопрос, кто делает сайты. Кому нужен этот сайт, это вопрос, касающийся его качества. Мы затрагивали этот вопрос относительно контента. Ну, я постановился, подробнее про это рассказывал именно для этого. То, что мы размещаем на сайте, как мы его структурируем, зависит целиком полностью от того, кому мы это пытаемся донести. И четвертый вопрос, на который хочется заявить ответ, логически вытекает, наверное, из всех остальных. Зачем? Я написал это кратко. Зачем? Чтобы шрифт соответствовал. Но что мы получим от этого сайта сами? Ну, что мы обратно получаем? То есть, если наша задача просто донести информацию, стихи пишем, да, то, ну, зачем, это понятно, для своего, там, удовлетворения. Если мы продаем какой-то товар, то мы хотим с этого сайта получать деньги. Да? Если мы ведем какое-то сообщество, то, ну, нам нужна обратная связь от людей. То есть, эти все четыре вопроса, они важны, и нельзя какой-то задвинуть три запуски сайта на второй план. Их следует рассматривать только в комплексе. Что из себя будет представлять сайт? Кто будет его делать? От этого зависит, какую технологию мы выберем. Конструктор, фреймворк, CMS. Кому он будет предназначен? От этого зависит, что мы будем на нем размещать. И зачем мы все это делаем? Ну, что мы в итоге получим, тоже надо продумать до запуска сайта. Может так оказаться, что он нам и не нужен, да? Слишком много над ним работали, а изначально он не принес бы нам чего-то важного. Это итоги нашего сегодняшнего семинара. Единственное, если на правах рекламы, вот прям совсем уже реклама, если я вас заинтересовал, скоро стартует курс по WordPress. Мы на этом курсе, уже ни одна группа ушла с готовыми сайтами. За 16 академических часов, это два полных дня, два выходных. Мы знакомимся с функционалом WordPress, учимся настраивать его внешний вид, расширять функционал. Я даю рекомендации, какие плагины, какие темы лучше выбирать, что с этим делать. И размещаем на реальном хостинге. Прямо с готовым сайтом. Хостинги и до него что-то, ничего не рассказали. То есть это на курсе, какие самые популярные хостинги? Хостингов много. Ну, я понимаю, очень. Выбирайте любой, который вам подходит. Ну, на этом курсе мы выбираем бесплатный хостинг, на нем размещаем сайт, и прям люди уходят. Не, а бывает такое, что у меня есть свой хостинг, можно я на нем размещу, и я вникаю, что там за хостинг, разбираюсь с человеком. Это лучше, наверное, узнать у администратора. Там стоимость, она пляшет. Чем ближе старт, там еще скидки добавляются, поэтому лучше текущую информацию узнавать у них. Длительность 16 академических часов, это два полных дня, ну, если по выходным, или 4 вечера, если по вечерам он идет. А джунгла сколько там больше, да? Джунгла... Не помню. По-моему, там три курса по 16 часов тоже. Ну, три по два. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если есть у кого-то вопросы в аудитории, я готов на них ответить. Могу и про хостинги, и про домен. Ну, кому что интересно рассказать. На вопросы те, кто подключился удаленно, прошу свои вопросы. Ну, если не написали в чате, не успели адресовать по e-mail, который я указывал в начале, было время его записать. Спасибо, спасибо за внимание. Я отключу, ставлю на паузу вебинар. Окей. Вопросы давайте, отвечаю. Никуда не спешу. Рекру, да, я пользуюсь. Хороший пост. Это один из корневых, один из... Я сделал правильный вопрос. В России есть две компании, которые от первого лица продают, ну, счастливо, продают оменные имена. Это Никру и Рекру. На Никру, с Никру я ушел, я пользуюсь Рекру. Если, ну, это... Хоть что-то вам говорить. И я доволен. У меня там партнерка, у меня там дешево, демент. Но у них же есть свои там, например, вот у них как конструктор или как-то подобное? У них есть свой конструктор. У них есть хостинг, который для Bittrex, где вы можете его купить и сразу запустить установку Bittrex. У них есть хостинг для Joomla, где вы покупаете, сразу запускаете установку Joomla. У них есть хостинг для WordPress, где вы сразу можете запустить установку, установить. Но обычно сайты на CMS разрабатываются на локальном компьютере или на локальном сервере, если несколько человек работает, потом переносится в интернет. Ну, чтобы пока он делается, чтобы мусор там не висел, не доделки, ну, это все плохо. Что скажете про модекс? Модекс. Модекс. Правильно говорить модекс, так настаивают разработчики. На всех языках звучит модекс. Модекс. Популярная система сейчас пытается комфортировать с какими-то платными системами, но для новичка она не очень дружелюбна в плане освоения. Ну, для программиста она представляет определенный интерес. Она популярна в России, есть много проектов на ней, но не настолько популярна, как вот эти, озвученные мной, праздники. Ну, вот все эти три можно накликать и установить. Модекс. Гарантирую, что с первого раза высока вероятность, что у новичка не получится это сделать даже у новичка-разработчика. После установки, да, можно пользоваться, да, она для доработки, ну, в плане архитектуры хороша. Много чего, много плюсов, но совершенно упущенный момент, то, что она должна быть в первую очередь для людей удобной, которая пользуется ей. Спасибо вам за добро. Хостинг скакал от одного сортапа к другому, но потом мне надоело, и я выбрал надежность. Чуть дороже RedRu, но... Были на памяти хостинги, такие как TimeWeb, это инвестпроект, Cloder.ru, отличные были на старте, в них вложили денег, но потом, когда инвестиции скончаются, неизбежно начинаются там, где бы что перекрыть, где бы что выгадать. Несколько лет держатся, а потом все плохо. Начинаются технические проблемы, начинается техподдержка, плохо себя вести. Ну, и, в общем, методом неудачных вот таких проб я пришел к тому, что, ну, лучше чуть-чуть дороже, но зато оно стабильно, и у меня все проекты, которые есть, живут на роду. И, да, и хостинг, когда я... Они закрывают какие-то, ну, технические проблемы. Было даже такое, что я там арендовал виртуальный сервер, и с настройками не хотелось возиться, и они не перекинули, они подключались мне на страйк. Какой шумодный? Это бесплатно. Да, да, да. В рамках поддержки бесплатно. А, это в рамках того корректа, который вы выбрали? Ну, да. Вы взяли подороже, и настройки, они уже там все... Не, не подорожки, не подорожки. Ну, там они разные, я не знаю. Просто там этот сервер был немного экспериментальный, и я добился того, что не хочу я как-то делать, сделать это. Ну, вы... Семнадцатого ближайших курсов, по-моему, он летом запланирован. Могу посмотреть. Ну, наверняка будет. Семнадцатого ближайших курсов, по-моему, он сейчас посмотрю, когда он у меня стоит в расписании. Так. Он у меня стоит в расписании на 17 мая. Будете с этим мошенником заказывать, или сами будете делать? Нет, на самом деле мы уже с этим заказываем. Нет, можно без курсов. Я на курсы не ходил. Можно без курсов, но здесь такой момент. Курсовое обучение, оно, во-первых, не предполагает каких-то глубоких знаний. Это, как я говорю, пинок в нужном направлении. Нет, вы знаете, я не хочу запланировать там, по-моему, если мне лучше будет запланировать там после... Если ограниченное время, если времени много, нам восемнадцать лет, и вся жизнь впереди, то можно тыкаться. Ну, я прошел этот долгий путь. Но если задача стоит освоить этот сжатый срок и начать применять, то лучше всего, чтобы кто-то взял за руку и провел уже проторенную тропу. Вот я исключительно поэтому рекомендую. Спасибо, Ром, за внимание. Приходите еще. Было, чтобы я мог потом что-то менять, наполнять. Да, 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 это тот самый случай. Все, мне больше ничего не надо. Я строительный инженер, поэтому... Ну, тем более, какие-то технические системы вы расходите. Я думаю, все доброе. То есть программистом быть я точно не буду уже. Ну, тем не менее, какие-то там... А вот сайт, чтобы сделать... Системы освоить, я думаю, удобно.